Доброго здоровья, уважаемые телезрители! Сегодня в студии Союза журналистов Одессы Михаил Делегиос, руководитель очень интересного музыкального коллектива. Михаил Акинович, расскажите, что Вы интересного делаете? Добрый день! Еще раз спасибо за приглашение, хотел сказать, потому что приятно всегда оказаться в месте, где бытует информация, где бытует нормальная творческая информация, где бытует хорошие теплые отношения дружеские, в лице руководителя и сотрудников Союза журналистов. В двух словах о себе, если кто-то не знает, если можно, да? Да, конечно, потому что... Мне бы спеть еще одну песню необычную, Мне бы выйти, где они, эти закадычные, Эх, веселая моя, райская кудрявая... Знали, кто я, что я... И не только зрители. А как сейчас говорят, и зрительницы. И зрительницы тоже. Зовут меня Михаил. Я в настоящее время занимаюсь музыкой. До этого 22 года я был руководителем одного из подразделений Службы безопасности Украины. А до работы в органах был тоже музыкантом. Поэтому, как говорится, послужил Родине 22 года, А теперь вернулся обратно к своей любви, к музыке, к искусству, и... Можно ли понимать, что работа в органах была нелюбовная? Нет, она была очень интересная, она была очень сложная. Просто пришло время, когда пора этим заниматься более молодым людям. А я вернулся к творчеству. Логично. Ну, вернулся развивать то, чему я учился много лет до работы в органах. Мы создали такой коллектив. Называется этот коллектив Цимис Бэнд. Чисто одесское название. Цимис Бэнд. И я поющий полковник в социальных сетях, везде в Ютубе. Есть Ютуб-канал, в Инстаграме, в Титтоке. Меня везде знают как поющего полковника. Теперь мы будем знать. Я действительно полковник в отставке, поэтому название не надуманное, а объективное. Полгереальное. И не виртуальное, в отличие от нашей остальной жизни. Что меня сподвигло на это? Я очень люблю, как вы поняли, музыку, искусство. Особенно люблю одесскую песню. Много лет, как я наблюдаю за тем, что одесская песня, конечно, потерпела очень тяжелые утраты, как говорится. Стало ее меньше, стало ее мало. Ее не стало меньше. Она просто расползлась по свету. Вы что? Ее не так популяризируют. Во всех странах есть одесситы. Да, согласен. Одесские музыканты. Согласен. У меня лично три товарища, которые один в Америке, один в Австралии и один поближе немножко, как в Ближнем Восток, как говорят. Так что... Я, ну, видно, может быть, я неправильно немножко выразился. То, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что ее стали менее популяризировать. То есть здесь, в Одессе, ее как-то стало меньше слышно, меньше видно. Меньше носителей, меньше исполнителей. Поэтому мне пришло в голову создать проект, в котором мы сейчас опять пытаемся популяризировать одесскую музыку, восстанавливать то, что... Было утеряно. Было утеряно. Было уехано. Да, было уехано. Было отправлено. И сейчас ищем, культивируем нашу старую одесскую песню, пытаемся дать ей новое дыхание. И с этой музыкой хотим обратно восполнить одесское пространство новыми звуками. Я думаю, одесситы не только Одессы, но и многих других стран будут рады вас и видеть, и слышать. Да, ну, как показывают... Кстати, вы сделали прививку. Да, конечно, обязательно. Мы же законопослушные граждане. Ну да. С вашим прошлым сложно быть непослушным. Да. То есть, судя по работе в Ютубе, как я уже почти два года занимаюсь этим делом, да, меня смотрят и Штаты, и Израиль, и Австралия, и даже Африка, и где-то попадаются, и Корея. Я не понимаю, каким отношением... Куда много насчет не заносило. Каким отношением, да, оно одно к другому имеет, но музыку одесскую слушают во всем мире. И мне люди пишут, мы переписываемся, общаемся. То есть, значит, есть большой интерес, и слова благодарности идут со всех концов мира. Поэтому я считаю, что это благодарная тема, которую нужно развивать, и, опять же, наш любимый город. Кто больше всего любит Одессу? Одесситы, естественно, потому что... Да, Одесситы. Вы сами сказали, что плохо она развивается. Что вы делаете для того, чтобы это стало лучше? Да, мы сейчас создали и работаем над развитием такого проекта, который мы назвали «Одесская премьера». И в рамках этого же проекта мы сейчас создаем продюсерский центр, который мы планируем консолидировать всю музыкальную общественность. Ну, может быть, не всю, но большую часть музыкальной общественности нашего города, нашей страны и за рубежа, которые любят наш город и которые... Готовы принять участие. Да, которые готовы принять в нем участие. Это будет такой большой проект, в котором будут проводиться разные фестивали, конкурсы. Причем не только музыка. Это будет и поэзия, это будет и... И поэзия, это здесь тоже одесская? Конечно. Мы говорим об одесском проекте, поэтому он и называется «Одесская премьера». Мы хотим показывать этот проект потом по всему миру. Вот сегодня у нас были переговоры, уже причем второй тур переговоров с представителями Лиги Арабских стран. Мы с представителями, с яркими представителями, с уважаемыми людьми, которые обещают нам оказать всяческое содействие в развитии нашего проекта. Мы пригласили нас уже... пригласили в Дубае пригласили в Каир. Да, мы сейчас будем готовить программу, с которой приедем и будем обсуждать возможность развития этого культурного проекта. То есть, если Арабский мир на это обратил внимание, то я думаю, что наши одесситы однозначно с удовольствием примут этот проект. То есть, вот так. С Юрием Анатольевичем у нас, с Союзом журналистов Украины, у нас есть мысли, не мысли, а конкретные действия к тому, чтобы этот проект насытить максимально информационным полем, информационным развитием. То есть, будем вместе... Музыкальным развитием. Да. Будем стараться популяризировать этот проект. Кстати, вы же знаете, ну, раз вы знакомы с Юрием Анатольевичем, вы знаете, что у него очень прекрасные есть стихи. Конечно. Мало того, на многие из этих стихов положена музыка, и он часто демонстрирует. И на фестивале, который вот уже в этом, ну, в этом, в следующем году, мы уже впереди немножко планеты, в следующем году уже будет 23-й фестиваль украинского нового еднания. И, очевидно, что приглашение вашего коллектива, как я понял, на открытие... Мы уже его получили. Получили. Значит, тем более, значит, у вас есть возможность готовиться и развивать в рамках и этого проекта тоже. Какие это свои действия? Да, я больше скажу, как бы, кроме того, что мы ведем одесский проект, естественно, мы будем параллельно развивать проект, который популяризирует украинскую музыку, украинскую песню, так как мы живем все-таки в стране Украина, которая является нашей родиной. И, естественно, украинский стих, украинская... Да, я бы так сказал, что мы родина наша Одесса, а Одесса живет в Украине. Согласен. Одесса живет в Украине, да. То есть, полностью творческий проект, никакого отношения к политике, только музыка, только стихи, только картины, только проза. Все, что касается нашего города. Да, потому что, к сожалению, великие одесские писатели, такие как Михаил Жванецкий и ряд, они уходят. И мы, честно говоря, обеднели, потому что таких людей становится меньше и меньше. К сожалению, да. Нужно стараться восполнять это все. Нужно просто воспитывать. Воспитывать. Мы пытаемся сейчас, создаем этот проект для того, чтобы больше и больше давать. У меня есть, да, в силу своего опыта, у меня есть к вам такой вопрос. А будет ли у вас, или планируется, или вы когда-нибудь хотите сделать молодежную какую-то студию, вот, в вашем этом самом деле, отдельно, чтобы это были... То есть, раз мы говорим о воспитании, то воспитывать нужно, как говорил Жванецкий, с филармонией, то есть, нужно воспитывать уже с детского сада. Конечно. Понимаете, то есть, нужно брать самых юных, самых молодых, дарований, а если не дарований, так все дети талантливые. Просто надо найти к ним подход. Вы же это умеете делать. Конечно, я, в принципе, сам же педагог по высшему образованию, заканчивал педагогический университет по... Неважно, по какому, педагогический... Учитель музыки, учитель младших классов. Ну, так это вообще, это просто ваше, это просто ваше. Естественно, в рамках нашего продюсерского центра будет идти одно направление, это работа с детьми и воспитание нового поколения одесситов. Ну, чтобы не обиделись на меня старые одесситы, я не имею в виду, что я буду их учить, как быть одесситом. Нет, мы хотим просто подавать им... Хорошую музыку. Хорошую музыку, хороший стих, хорошую прозу. Хорошее воспитание. Хорошее воспитание. Это уже воспитание. Если человек умеет и любит петь, слушать стихи... Великих поэтов и получать от этого удовольствие... Да, к сожалению, тут вам придется тяжело с нашими гаджетами, которые читают, к сожалению, виртуально, а не... Мало того, в мыслях тоже у нас продвигать и видеонаправление, то есть работа с... Ну, у вас прямо целая какая-то уже телекорпорация получается. А вы знаете, ну, если не ставить себе больших планов, никогда ничего не достигнешь. Мы ставим по максимуму, а там, что у нас получится, то и будем. Ну, я вам желаю всей души, и если вы в первой своей работе стали полковником, то здесь я вам желаю стать генералом музыки. Спасибо большое. Я надеюсь, что я оправдаю ваши надежды. Это не только мои, а всех наших гостей, одесситов и... Юных и более взрослых. Теперь тогда скажите, раз уж пошла такая тянка, как у нас в Одессе говорят, может быть, вы скажете, к кому обращаться, где, как вы планируете, ну, играть, набирать, и строить свое будущее, вот то, что вы все только что рассказали нам. Ну, как-то, я не знаю, как контакты оставить, где или будут под видео, где-то или как-то. Да, будут, да, будут. Я контакты свои оставлю, я полностью открыт для диалога, мой коллектив полностью готов к работе, и не только мой коллектив, есть ряд коллективов, с которыми я сотрудничаю, которые мы сейчас... То есть это, да. Ну, которые будут являться членами нашего продюсерского центра. Взаимодействие полно. То есть мы хотим делать ряд проектов фестивальных, где будут участвовать не только наш коллектив, но масса одесских коллективов. Будем еще приглашать. Конечно, будем и приглашать, будем еще подтягивать новые коллективы. Но уже у нас есть костяк, на данный момент, пять коллективов, с которыми у нас сотрудничество уже... Ну, это достаточно много. Это большие, серьезные коллективы. Полный концерт, пять концертов, по три-четыре номера, и уже... Да, да. Полный концерт. Мы сами, как говорится, имеем большую программу, в которой можем дать два концерта, уже не один. Но и работаем дальше, и дальше с материалом. Спасибо. А ряд коллективов, которые мы будем привлекать, для того, чтобы было интереснее, чтобы было веселее, чтобы люди приходили, получали удовольствие. Я думаю, что в этом нам поможет и все журналисты в окраине. Мы и так освещаем вашу работу. И тем более, если она будет столь значима, то, естественно, она будет... Я вам вообще не делаю. Да. Спасибо. Спасибо. У нас в студии был Михаил Делигиоз, и мы желаем ему всяческих и всяческих успехов. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»